Андрей Андреевич, вот я тут в части того, не наносить удары по российской территории, тут боярышник генерал Гурульев рассказывал о том, что ай-яй-яй, надо вешать предателей, которые осуществили диверсию на БАМе, там какая-то у них цистерна 1, 2, 3, 10 загорелась, потому что был взрыв и так далее, но вот российская пропаганда, она такая, ну они же понятно талантливые, в плане того, что у них всегда все хорошо, но вот там был такой товарищ по фамилии Бортко, называет себя почему-то режиссером, и он там говорил, что око за око, в общем никаких украинцев нет, и белорусов, кстати, тоже нету, но потом вот на каком-то этапе он сказал, что надо просто бросить ядерную бомбу на Авдеевку и таким образом сохранить 20 тысяч российских солдат, это интересная фраза, то есть если их сохранить, значит их уже нет, и эта цифра, она толерируется с тем, что говорят и на Западе. Да, кстати, вот на этом регионском форуме и Остин, и другие директора говорили точные цифры о российских потерях, там называлась цифра 300 тысяч безвозвратных потерь. Так вот, я к чему это все веду? Ну, ядерная бомба, скажем так, будет она или не будет, посмотри. Ну, вопрос у меня другой. Вопрос о запасе прочности российского государства. Мы так все-таки некоторые опыты жизни там имеем. Вы немножко больше, я немножко меньше, но тем не менее, то есть реально же это колоссальные потери. Я прекрасно понимаю, что у нас тоже они очень серьезные. Это тысячи молодых людей, и не только молодых, не только мужчин, и не только женщин. Как они там рассказывали, что вот так вот прям показывали, как бомбы падают, они же не спрашивают. Ну, имелось в виду, что в Палестине бомбы не спрашивают, ты кто, ты мирный или нет, убивают всех. Ну, а у бомб, у них же такая особенность, что они действуют одинаково, что в Палестине, что в Украине. Так вот, что думаете? Вот пока визуально, по телевизору мы никогда не следили за Россией, но тем не менее. Ну, вот они там уже победу празднуют, чтобы вы понимали. Вот отбили контрнаступление, уже победили. Счастье просто полные штаны. Но десятки тысяч убитых. Вот ваше мнение о прочности. Ну, вот очень опасное для них, кажется. Возникло новое движение, это матери и жены мобилизованных. Это, вообще говоря, это обычные, стандартные путинские ***. Они же выступают не с того позиции, что давайте прекратим эту ужасную войну. Ну, сколько можно там русским украинцам воевать другое? Нет. Они пролив того, чтобы *** украинцев уже второй год, исключительно их мужья и дети, их надо отправить обратно к ним, а послать других, набрать других русских мужиков и тоже снова послать *** украинцев. Так что особого такого восторга, конечно, позиции, нравственные позиции этой группы не возникает. Но с точки зрения того, что она создает определенные проблемы для российской власти, исполченности русского общества, это, конечно, очень позитивное явление. Ну, действительно, эти люди как бы случайно, вот, жеребием попали в первую мобилизацию. Помните, тогда говорили? И смотрите, вот, убийц, садистов там, серийных убийц, их вот там полгодика повоевало, если выжил, его там чем-то награждают и как почетно отправляют на гражданку. А вот эти несчастные, они как солдаты там Николаевской армии 19 века, они по жизни должны *** украинцев, до тех пор пока они свободны. Но они, эти матери и жены ставят неразрешимые проблемы для Путина. Как можно их заметить? Объявить мобилизацию. Тогда мобилизация как-то так с кондачка прошла, а сейчас она станет громадной социальной проблемой для Путина. Поэтому при всей, даже при том факторе, что стоимость человеческой жизни в России на порядок ниже, чем в Украине, в глазах самих русских граждан, к сожалению, это так. Тем не менее, это не беспредельно, это готовность матерей и жен отдавать своих мужей и сыновей. Ну вот, посмотрим, как это будет развиваться. Ну, это похоже на такое первое какое-то массовое движение. Это, конечно, не антивоенное движение, но оно затрудняет, затрудняет, конечно, всю пропаганду и набор в армию. Хочу еще спросить, ну, практически год прошел, год тяжелейших боев за независимость. С того момента, когда президент Зеленский выдвинул свою инициативу, вот эти вот принципы мира, там 10 пунктов, ну, основные, понятные, вывод войск, гарантия безопасности Украине, а не России, наказание виновных, ну и, соответственно, компенсации. И сейчас вот эта тема, она в некотором роде и обсуждается, но, тем не менее, судя по всему, как было задумано провести вот этот форум мира в поддержку этой формулы, ну, очевидно, может и не удастся в этом году. Как вы считаете, вот от этого подхода наказать военных преступников, выгнать, заставить вывести войска, понемножечку, ну, скажем так, ну, что ли, западный мир отходит? Ну, опять же, я вам скажу, в официальной позиции Белого дома отхода от этой точки зрения нет. Наоборот, наоборот, что очень положительно. Вот, я уже об этом говорил, повторю. С началом этой агрессии против Израиля террористической, Белый дом сделал очень несколько жестких заявлений, ну, первое из них было обращение Байдена к нации 9 октября. Так вот, меня поразило приятно, что Украина в этом обращении звучало даже чаще, чем Израиль. Вот, Белый дом как бы воспользовался вот этим событием, открытием Израильского фронта, чтобы закрепить вот это свое, наше, мое личное, которое я пробивал два года, понимание войны, как мировой войны, четвертой мировой войны, и два фронта, израильский и украинский. Собственно, не помню, что это слово моё, я хотел себя ущипнуть, не я ли встал спичрайтер вот этого обращения, простите меня за нескромность, обращения Байдена к нации, потому что он там говорил, что Путин и Хамас, вот эта линия не с красным подчеркнулась, Путин и Хамас, Путин и Иран, Путин хочет уничтожить украинское государство, Хамас, состоящий за ним Иран, хочет уничтожить израильское государство, два свободных независимых народа. Мы, Соединённые Штаты, как самое сильное в мире свободное государство, мы обязаны и должны поддержать, тем более, этой задачей нашей безопасности, потому что, если это мы не сделаем, и Путин никогда не остановится, и вам, дорогие мои сограждане, придётся уже платить кровью, защищая страны НАТО. И он связал это с Тихим океаном даже, и эта агрессия почвит возможных агрессоров и на Тихом океане. И это были не пустые слова, он же послал два авианосных соединения. И первый результат этих соединений уже сработал. Мы же заметили, как изменилась позиция Китая. Китай, как бы услышав слова Байдена о том, что если мы позволим добиться успеха Путина и Хамаса, то неспокойно будет и на Тайване, товарищ Си лично прискакал в Сан-Франциско и на встрече с президентом Байденом произнёс ключевую фразу. Обозримым будущим мы не строим планов достигнуть воссоединения с Тайваном военным путём. Ну и, кроме того, попросил снова вернуться к программе американских инвестиций и американских технологий. Потому что без этого китайская экономика в последний год загибается. Он же расчёт был у Си очень простой такой. Он и пошлил Путина на агрессию против Украины и на Иран на агрессию всех его трассивных групп против Израиля. А вот если удастся, если агрессия преуспеет, это будет такое унижение Соединённых Штатов. Это будет просто полный провал Соединённых Штатов. С ними никто не будет считаться и на Дальнем Востоке. И, собственно, мы почти голыми руками в этой обстановке возьмём Тайвань. Таков был расчёт. Сейчас он убедился, что ни Путин, ни Хамини с этой исторической задачей китайской не справился. Ну, значит, надо... Китай — это держава с пяти тысячелетней историей. Задачу воссоединиться с Китаем можно отложить, может быть, ещё на тысячу лет. Не получилось сейчас. А займёмся практическими вещами. Будем спасать нашу экономику, как мы это по заветам Таунца и Пина 30 лет делали, исключительно через американские инвестиции и через американские технологии. Это очень важно. Не очень заметно прошло это важнейшее событие. В Четвёртой мировой войне Китай ушёл в сторону.